ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово, чё по играм? Нет носа. В смысле нет? Мы когда вас брали, вы что говорили? Уберите этого старого котика, он только и может что спать, жрать и срать. А я всё сделаю, а в итоге что получается? Вы сидите и нихрена не делаете, прямо как он? Нет, я когда мне нечего делать, яйца лежу. Чьи яйца? Чьи надо. А по играм что? Да, потом слижем какую-нибудь модную идею, не проблема. А вы, я смотрю, любите всё лизать. И мне сейчас решительно нечего делать. Давайте что ли проверим ваше мастерство? Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим о мобильной игре по вселенной Варкрафт, которую представила компания Близзард на днях. И прежде чем мы приступим, в общем-то, к разбору этого события, я поделюсь историей из жизни. Дело в том, что я живу рядом с квартирой, условно назовём её квартира 76. И там когда-то жили прекрасные ребята, мы с ними дружили, ну, такие, знаете, добрые соседские отношения. Но потом они купили другую квартиру и переехали в неё, а эту они не продали. Они начали её сдавать. Сдавать всяким разным людям. И, боже мой, вы себе не представляете, насколько люди бывают разными. Так, например, одни из первых соседей, с которыми я познакомился, ну, новые соседи, их можно даже назвать сожители, они устраивали каждый день какие-то жуткие скандалы, кричали друг на друга, били тарелки, а потом занимались таким огненным кексом, что весь стояк, ну, в смысле, весь подъезд был свидетелем этого чуда. Потому что, я не знаю, такие крики были в процессе, такие охи и ахи, такое ощущение, что мужчина девочку ещё и головой об стену бил, потому что, ну, что-то там гремело. А потом оба выходили очень сильно довольны. Ну, вот, наконец-то ссора разрешилась, спокойно можно поспать хотя бы завтра. Но нет, на следующий день опять скандал, опять какие-то охи и ахи. Приходилось вызывать милицию. Милиция приходила, а у них там ролевые игры такие. Ну, вот так они себе представляли эти самые отношения. Было, в общем-то, весело. Вообще не отсылка. Потом они съехали с квартиры 76, и приехали другие ребята, девочки, студентки, и всё было тихо. Слава богу. Три девочки-студентки. Всё хорошо, тихо, спокойно, пока в один прекрасный день эти сердобольные барышни не притащили мать его, котёнка. Они его притащили, но заботиться о нём забыли. Ну, они ж воспринимают котёнка как игрушку, да? Ой, какой миленький, какой маленький. И, короче, мы уйдём на субботу, на воскресенье, там гулять с какими-то парнями. А в это время котёнок под дверью орал. Орал просто невыносимо было слышать эти писки. Так было жалко этого бедного зверёныша. Ну, и мы обратились к этим студенткам. Ну, давайте, вы хотя бы нам ключик оставляйте. Мы его будем подкармливать, да? Там играться с ним каким-то образом. Ну, чтобы он сильно так не скучал. И вот так, да. Прошла неделя, прошёл месяц, прошёл два. И котёнок за это время возмужал. Возмужал настолько, что на него начал реагировать уже мой кот Маркус. Сначала мой кот вообще не воспринимал этого котёнка как за живой объект. А потом, когда, очевидно, проснулись какие-то гармончики. Потом, когда начал от него пахнуть каким-то там тестостерончиком. Он уже начал видеть в нём конкурента. И вот в один прекрасный день, когда жена опять забрала этого котёнка, который истосковался по человеческому общению домой, чтобы поиграть с ним. Я сижу, работаю за компьютером. Ничто не предвещало беды. И тут на кухне ор, грохот, что-то падает. Я слышу крик, помогите. Я забегаю, что я вижу. Стоит жена. У её ног Маркус, который сходит с ума. Дайте мне этого гада, я его порву. Жена держит на руках, на вытянутых руках этого бедного несчастного котёнка, ну, подальше от Маркуса. А котёнок в это время сыт во все стороны. На кухне, вот так вот. Тонкая светлая струя. На холодильник, на плиту, на шкафчике. И, господи, кое-как удалось этого Маркуса тащить, выбежать, этого котёнка запихнуть с соседем. Всё, всё, всё понятно. Теперь мы его больше не увидим, по крайней мере, у себя дома. Потому что коты, они, знаете ли, свою территорию защищают до конца. А здесь совсем разные весовые категории. То есть, Маркус его разорвёт. Так вот, о чём это я? А дело в том, что квартира 76, она всё время рядом. И с ней связано, да, немало приятных воспоминаний о тех хороших людях, которые в ней когда-то жили. Но потом одни люди ушли, пришли другие, пришли третьи. И каждый раз какие-то новые занимательные истории возникают. И чем-то мне это сегодня напоминает компанию Blizzard. Одни опытные разработчики ушли. А вместо них пришли какие-то беззубые котята. Которые только и могут, что ссать во все стороны. В первую очередь на свою аудиторию. А снизу бегает Бубикотик и говорит, запилите мне хит. Они не могут, они только и делают, что ссут во все стороны. И фанаты старой Blizzard просто смотрят на это и не понимают, что происходит. Вот как я недоумённо смотрел на ситуацию, которая была в кухне. Я не сразу вообще понял, что происходит. И вот компания Blizzard представила Warcraft Arclight Rumble. Бум-бум-бум-бум-бум. Тут что стоит отметить. Люди были готовы к тому, что Blizzard представит именно мобильную игру. Потому что Blizzard заблаговременно предупредила людей о том, что в такое-то время, в такой-то день состоится анонс мобильной игры по мотивам вселенной Warcraft. Это и близко не ситуация, которая была на момент анонса Diablo Immortal. Когда в конце Близзкона компания Blizzard вместо Diablo 4 или там ремейка Diablo 2 показала Diablo Immortal. И разработчикам со сцены пришлось орать Don't you guys have phones. А им в ответ, вы извините, это что, внесезонная первоапрельская шутка? То есть это был чётко обговоренный анонс мобильной игры. Далее. С момента анонса Diablo Immortal прошёл уже не один год. Люди, в принципе, начали понимать, что такое современная Blizzard. Люди, в принципе, были готовы к тому, на что способна современная Blizzard. Люди не ждали каких-то чудес. Люди не ждали революции. Люди небезосновательно ждали, ну, неплохую, может, какую-то перспективную, ну, занятную мобильную игру. Почему бы и нет? Как я наблюдал, атмосфера до анонса была отнюдь не враждебная, ну, а такой заинтересованной. Посмотрим, что нам покажут. И вот компания Blizzard представила эту игру. Я бы представила очень странно. У меня сначала было вообще ощущение, а на какую аудиторию вы рассчитываете? Тиктока. Ну, поколение Тиктока, ну, внимание. Те люди, которые смотрят Тикток, они не тупые дебилы. Они заходят посмотреть Тикток, чтобы отвлечься и развлечься. Это прикольная информация, где ты несколько секунд посмотрел, перелистнул дальше. Но это не означает, что у тебя, как у зрителя, IQ на нуле. Ты просто привыкаешь к такому вот быстрому контенту. Но это не значит, что к тебе, когда предлагают ролик 10 минут, должны относиться на протяжении всех 10 минут как к полному дегенерату, который может воспринимать только такую странную информацию в перемешку с какими-то флеш-вставочками. Да, когда я смотрел на этот ролик, у меня было ощущение, что это склеенная воедино нарезка Тиктоков. А создатели этого ролика отчаянно сражаются за мое внимание, и они при этом глубоко убеждены, что у меня внимание золотой рыбки. Что я последние 3 секунды не запоминаю, что мне надо постоянно что-то вот в лицо бросать, постоянно как-то вот, посмотри сюда, посмотри сюда, хаос, хаос, ха-ха-ха-ха-ха. Вот это, вот это, вот это, то есть постоянные какие-то такие дергания демонстративные, постоянные какие-то перебивки, постоянно что-то должно происходить, чтобы, не дай бог, я не заскучал, не дай бог, я там куда-то в сторону не посмотрел и не забыл, что мне показывают во время этой вот замечательной в кавычках презентации. Ролик, на мой взгляд, сделан неудачно. Ролик изобилует такими неуместными моментами формат ха-ха-ха-ха, лолкек, о, замечательно. Два разработчика во время этого ролика отчаянно пытаются показывать веселье, опять неудачно, опять они общаются, такое ощущение между собой исключительно, а не со зрителем. Нет ощущения презентации игры, есть ощущение какого-то, знаешь, такого не очень удачного детского утренника, когда Дед Мороз и Снегурочка хорошо отдохнули до этого, пришли, их поставили перед детьми. Им на этих детей плевать, им надо отработать деньги, просто что-то показать. Они такие, привет, Снегурочка, хо-хо-хо, здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты, как где твоя одежда, тебе не пофиг, Снегурочка, мне-то пофиг, я тебя таким вчера вечером видела, а дети-то что подумают, да плевать на этих детей, пошли отсюда. Ну ладно, хрен с ней с этой презентацией, с этим форматом, откровенно неудачным, откровенно глупым, и у меня такое ощущение, что у Blizzard в принципе не осталось людей, которые умеют строить диалог с аудиторией. Со зрителем. Проблема в том, что они нам показали. Проблема в том, что компания Blizzard, мучая нас все вот эти годы, пытаясь представить что-то новое, свежее, оригинальное, ну как мы надеялись, потому что компания Blizzard, она всегда задавала тренды до определенного момента, но она задавала тренды, и потом другие люди клонировали ее идеи. Компания Blizzard представила сраный клон Clash Royale от Supercell. Да, нам показали такую типа стратегию, я не знаю, я просто видел несколько... С одной стороны башня, так сказать, главная, с другой стороны находится типа главный босс. Ну это если ПВЕ режим, когда играем против искусственного интеллекта. У тебя есть набор фигурок, которые прокачиваешь, эти фигурки ты забрасываешь на поле, и они сами уже бегут навстречу миньонам противников, уничтожая, захватывая какие-то точки, добывая ресурсы, чтобы ты мог убить еще больше этих самых юнитов. Оно потешно, наверное, да? Оно, наверное, весело. Но это было весело 6 лет назад. Эта концепция уже не просто устарела, ее начали забывать даже фанаты Supercell, которые переключились на совершенно другой хит под названием Brawl Stars, который приносит сегодня Supercell миллиарды долларов. Clash Royale это игра, которую пытались клонировать другие студии два года назад, и оба раза неудачно. Сначала Wizards of the Coast, создатели Magic the Gathering, пытались сделать клон Clash Royale под названием Magic Mana Strike. Тот самый анонс, который они сделали на ютубе, отключив комментарии и демонстрацию лайков и дизлайков. Они знали, какая будет реакция, поэтому заранее себя обезопасили. Игра вышла в 2020 году, и в 2021 уже закрыли сервера. Компания Microsoft, компания Microsoft, не глупые люди сидят. Самфилька. Капитализация триллионы долларов, да, это компания, которая может нанять самых мудрых специалистов. Они тоже сделали клон Clash Royale под названием Gears Pop. В 2020 году игра запустилась, в 2021 закрыли сервера. И вот компания Blizzard посмотрела на одни грабли, посмотрела на другие грабли и такая, блин, а нам повезет. А вот мы же Blizzard, нам 100% повезет. И они представили, да, клон Clash Royale, в котором будет PvE режим, типа прохождение кампании. В котором будет PvP режим, в общем-то, основа Clash Royale. В котором будут какие-то рейды, в котором будут какие-то донжоны, в которых будет еще кооперативные всякие миссии. То есть, ну, ребята подготовились основательно. Но мы-то прекрасно знаем, что Endgame в подобном формате, это всегда Clash Royale. То есть, две башенки, и у кого лучшая сборка вот этих вот самых фигурок, тот и победит. Ну, в Clash Royale это типа колоды, ты, соответственно, эти колоды собираешь, прокачиваешь. А здесь это в виде фигурок сделано. И этот презентационный ролик стал оглушительным провалом Blizzard. Куда большим, чем недавняя презентация World of Warcraft Dragonflight. Если там, ну, соотношение лайков-дизлайков еще более-менее человеческим было. Ну, всего-навсего где-то 30% дизлайков. То здесь, при просмотре ролика на YouTube в 337 тысяч человек, 6,5 тысяч лайков, 26 тысяч дизлайков. Это я повторюсь в условиях, когда люди были готовы к анонсу мобильной игры и смотрели анонс мобильной игры. Здесь уже негатив нельзя списать на то, как вы смеете не показывать Warcraft 4, а показывать мобилку. Или там на то, как вы смеете развивать вселенную в этом направлении. Нет. К такому развитию событий аудитория, в принципе, была готова. И в этих условиях Blizzard представляет клон игры 6-летней давности. Концепции, которая уже не является популярной. Концепция, которая провалилась в некоторых других клонах с не самыми плохими именами. И Magic the Gathering, и серия Gears. Ну, понятно, что это странное решение для клона Clash Royale, но тем не менее, это бренд, это вывеска. И эта вывеска этим проектом не помогла. И Blizzard выходит и говорит, посмотрите, я сделяль. Ребята, вы немножко опоздали. И, кстати, у Blizzard был опыт опоздуна в жанре мобы. Когда там стартовал League of Legends в 2009 году, начал набирать популярность. В 2013 году компания Valve запускает Dota 2. В это время Blizzard оббодается с Valve на тему прав на торговую марку Dota. И только в 2015 году запускает проект Heroes of the Storm. Неплохая игра с интересными идеями, которая именно что опоздала. Потому что уже была огромная аудитория у League of Legends, была аудитория у Dota 2, они там между собой переругивались. Но все, вот эта вот идея кристаллизировалась в рамках двух суперпроектов. Все. И Blizzard, когда вышла, сказала, ну, посмотрите, мы тут что-то сделали. У Heroes of the Storm была аудитория. У Heroes of the Storm есть до сих пор фанаты, которые говорят, что там есть крутые идеи. Там есть замечательные решения, но игра просто не успела. Игра даже не то, что не успела, они ее бездарно развивали. В 2017 году они попытались оживить этот проект, выпустили Heroes of the Storm 2.0. Монетизация. Ну, на самом-то деле это да, это была монетизация 2.0. Они пересмотрели концепт развития тебя, как игрока, в этой игре. То есть, для того, чтобы ты тонатил как можно больше, естественно, там, шкурки, эмоции, лутбоксы. Ну, все, конечно же, как мы любим. Мы тогда сделали соответствующий ролик. И, конечно же, в итоге это не помогло Heroes of the Storm развиться, потому что нужно было менять что-то в самой игре. Люди не играют не потому, что им денег тратить некуда. Люди не играют, потому что им по какой-то причине этот проект наскучивает. Вот парадоксально, в League of Legends люди играют уже 13 лет, им не скучно. Люди играют в Dota уже почти 10 лет, им не скучно. А в Heroes of the Storm люди играют им по какой-то причине скучно. Несмотря на то, что там постоянно выходили какие-то новые герои, новые карты, новые режимы. Людям было скучно. Разработчики не разобрались с этой проблемой, но при этом докрутили монетизацию. И проекту это не помогло. Он все еще существует, его не закрыли. И Warcraft Arclight Rumble тоже, вероятно, не закроет через год, если он вообще доживет до релиза. Потому что, судя по такому принятию, если бы я был каким-нибудь суперэффективным менеджером с белоснежной улыбкой, я бы сказал, в морг значит в морг. Ты бы сказал в морг, а что бы ты сказал? Сделайте клон какой-нибудь другой популярной мобильной игры, там, королевской битвы какой-нибудь. Вот я слышал, до меня дошли какие-то слухи, я там вбил в гугле модные мобилочки, что это сейчас актуально. Если бы я был руководителем Blizzard, ну в смысле возглавлял какое-то подразделение, я бы не бросал людей делать клон игры шестилетней давности с надеждой, а вдруг взлетит. Я бы вот эти инкубаторы, знаменитый Blizzard, я бы посадил людей придумывать новые концепты. Потому что, очевидно, на мобильном рынке, кто первый встал, того и тапки, тот будет загребать основную аудиторию. Ты не должен просто повторять чужой успех, ты должен сделать что-то совершенно новое. И компания Blizzard должна была идти в этом направлении, как она когда-то сделала с Хедстоуном. В 2014 году, когда они выпустили Хедстоун, и люди были ошеломлены, потому что, вау, наконец-то появился компьютерный вариант, сильно упрощенный, но из-за этого он так хорошо и работал. Magic the Gathering. Людям нравятся коллекционные карточные игры, и именно Blizzard в 2014 году запустила тренд на коллекционные карточные игры на ПК, ну и на смартфонах в том числе. Людям эта идея очень сильно зашла, и тогда же появилось огромное количество клонов. И эта идея прекрасно себя чувствует и до сих пор. Хедстоун развивается. Появилась Legends of Runeterra, которая развивается. На мобилках, наконец-то, вышел Magic the Gathering Arena. И, опять же, я думаю, что успех Хедстоун как раз-таки и простимулировал разработчиков из Wizards of the Coast сделать компьютерную версию Magic the Gathering Arena. Нормальную, с хорошим интерфейсом, с приятной графикой. Они добились очень многого в итоге. 2014 год это еще старая Blizzard, с вонью которой современная Blizzard активно борется. Да, в 2014 году в Хедстоун Blizzard взяла идею коллекционных карточных игр, убрала все лишнее и запустила вот этот вот проект, который стал законодателем мод. Именно. И вот за эти вот неполные 10 лет, за 8 лет, Blizzard прошла путь от компании, которая могла задать модный тренд на мобильном рынке, до компании, которая копирует уже неактуальные идеи шестилетней давности. Я согласен с мыслью, что нельзя сделать клон Genshin Impact на короткие сроки, там за месяц, за два. Да, у компании Михойо был опыт создания мобильных игр до этого. Но сегодня, да, вот это вот новая идея. Идея, которую уже некоторые пытаются копировать. Мы недавно рассказывали о проекте Nino Kuni Crossroads, который стал чрезвычайно успешен в азиатском регионе. И в этом году планируется его запуск уже на западе. Я считаю, что надо пытаться идти в этом направлении. Тем более у Blizzard есть крутые миры, интересная вселенная с потрясающими историями. В рамках этих вселенных можно предложить такие вот проекты. Хотя бы там на уровне трейлера какого-нибудь показать, что посмотрите, мы в теме. В мобильном рынке, с точки зрения меня, как стороннего наблюдателя, очень важно, да, ты либо задаешь тренд, либо быстро копируешь какой-то модный тренд, либо ты остаешься на свалке истории. Genshin Impact, напомню, стартовала когда? В сентябре 2020 года. На днях появилось сообщение, что игра заработала уже 3 миллиарда. Вот сюда надо двигаться, вот этот вот хайп-трейн еще не уехал. Но Blizzard такая, нет, мы у нас, вы знаете, у нас качество Blizzard. Вы знаете, мы не торопимся, мы над схваткой, мы следим за развитием событий. Может быть, лет через 5 мы представим вам, нет, не Genshin Impact, вы что, это еще рановато будет. Королевскую битву для мобилок с героями Blizzard. И вот они набрали этот молодняк, который развивает современные игры и пытается придумывать новые. Они набрали очень дорогостоящих эффективных менеджеров из самых разных подразделений, которые до этого играми вообще не занимались. И эти эффективные менеджеры мне очень сильно напоминают историю с Amazon Game Studios. Да-да, то самое Amazon Game Studios, которое просрало уже миллиарды долларов, ничего толком не выпустив в итоге. New World это уже очевидный провал, и это единственная игра, которую они довели до релиза. Оверхайп на релизе, конечно же, был миллион человек в Стиме, все играли. Даже некоторые ребята из верхнего русского интернета говорили, что это прям новая надежда, но надо было слушать нас. Мы сразу почувствовали еще в бете вот это вот, что уже гнильцой пахнет. Так вот, компания Amazon, она именно так себя и проявляла, потому что там ей руководили те самые эффективные менеджеры, которые нихрена не понимали в играх, но при этом они видели тренды. И вот они прибегали к очень умелым разработчикам, которых они набрали, и говорили так, клон League of Legends, клон Overwatch, клон Fortnite. Ладно, массовая онлайновая ролевая игра, срочно запилите. И в итоге каждый из этих проектов развалился, потому что разработчики цели толком даже не видели. Склонировать это ладно, а как людей удержать, которые и так уже много времени посвятили в League of Legends, Fortnite и Overwatch. Да, как мы уже много раз говорили, в игровой индустрии не работает идея. Я сделаю дешевый клон супер популярной игры, которая зарабатывает миллиард долларов в месяц, и буду зарабатывать 500 миллионов долларов в месяц. Игра должна предлагать какую-то интересную идею, чтобы человек, который играет в условный League of Legends, донатит в League of Legends, задумался о том, чтобы уйти из игры, куда он вкладывает немало времени и денег, в новый проект, который, ну, ну, что-то должен... В Dota 2? Да, в Dota 2, например, не дай бог, ха-ха-ха-ха-ха, ужас какой. Там нет красивых вайфу, эта игра обречена. Естественно, конечно, там еще и мультсериал не такой классный, ну, там вообще все плохо, конечно, да, 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 я знаю, Dota 2, все плохо, League of Legends, Forever и все такое. Ты выходишь в жестокую конкурентную среду, где без идей, где без каких-то решений, ну, и без имени в том числе, да, ловить особо нечего. И в итоге что получается? С одной стороны, компания Blizzard плюнула в лицо фанатам Варкрафта, просто плюнула, если не сказать, помочилась им на лицо, скорее всего, судя по количеству дизлайков, именно это и произошло. Люди ждали хоть что-то более-менее годное по Варкрафту. Миша не просто говорит Genshin Impact, вы представьте себе Genshin Impact в стилистике Варкрафта. Ну, в Азероте, узнаваемые герои, ты там приключаешься, исследуешь этот мир, проходишь подземелье, убиваешь боссов один или в кооперативе. Ну, прикольная такая возилочка была бы. Но нет, нет, нет. Мы делаем клон Clash Royale. Окей. Насали на лицо фанатам Варкрафта. Фанаты Clash Royale почему должны будут перейти в этот Варкрафт Ark Like Rumble? Они в этой игре уже 6 лет. Это 6 лет, это уже сформированное сообщество, это друзья, это, конечно же, кланы, это потраченное время, это потраченные деньги, не дай бог. Но, тем не менее, не просто так Supercell, это одна из самых прибыльных компаний в игровой индустрии. Для понимания, ее компания Tencent еще до взлета вот этого всего купила за 8,5 миллиардов долларов. Если сегодня продавать всю Blizzard отдельно, ну, отдельно от Activision и от King, я не знаю, сколько бы они стоили на самом деле. Так вот, какие доводы предлагает компания Blizzard фанатам Clash Royale? Я не вижу этих доводов. Я не специалист по Clash Royale. ПВЕ-компания, которая нафиг не нужна еще раз, здесь основной интерес это ПВП. И все, и дальше просирать время и деньги, и по поводу монетизации, да, нам говорят там, о, ребят, не беспокойтесь, она будет щадящая. Во всем верхнем интернете, вот я сейчас говорю, общий мировом верхнем интернете, нашелся только один сайт, который сделал эксклюзивное превью этого говна. Там пара была сайтов, GameSpot и IGN, по-моему. Ну, несколько, короче, несколько изданий. Но GameSpot сделал даже видео. Да, там было видео превью. GameSpot сделал даже видео превью. Я отъехал отступление, где автор, по-моему, объясняет, что вот сейчас Warcraft, это больше World of Warcraft, когда-то это была стратегия. Вот и Blizzard в каком-то смысле к корням возвращается, хотя, конечно же, глубины оригинального Warcraft тут нет. Они сделали ролик, еще раз, GameSpot, это один из крупнейших игровых сайтов в мире. Они сделали ролик, эксклюзивный материал по игре от Blizzard. Блин, вдумайтесь в это. Этот ролик посмотрело на момент записи этого видео 29 тысяч человек. Всем насходим. Это 370 лайков, 3600 дизлайков. Это как же нужно было вот так вот обосраться. Здесь уже речь не идет конкретно об аудитории Warcraft, которые пришли на канал Warcraft Arclight Rumbled. Твою мать, кто придумал это название. И поставила там, естественно, дизлайки. Это GameSpot, канал с миллионами подписчиков. И вот подписчики не проявили никакого интереса. А те, которые проявили интерес к просмотру этого эксклюзивного превью, поставили дизлайки, увидев то, что им предлагает нынешняя Blizzard. И я напомню, что у компании Blizzard это уже третий провал за 22-й год с новыми играми. Да, у компании Blizzard этот год пока задается не лучшим образом. Провал беты Overwatch 2, которая очень плохо стартовала на Twitch. Очень плохо. Интерес практически на нуле. Люди смотрят, это что? Просто какой-то режим из кастомных игр для Overwatch 1? Люди разницы не видят. Люди не понимают. Укей, вы убрали танк? Вы там подкорректировали баланс? Это все, что вы предлагаете для оправдания цифры 2? Там же еще будет кооперативный режим, на который некоторые делают ставку. Но, как люди отмечают, да, что Overwatch 2, мультиплеерная составляющая, пока выглядит даже не как какое-то масштабное обновление, а как патч. Следующий провал, это, конечно же, анонс World of Warcraft Dragonflight. Огромное количество дизлайков, огромное неприятие аудитории. И, наконец-то, анонс мобильной Warcraft. Это будет страшно, друзья. Если главной игрой Blizzard будет Diablo Immortal, созданный китайцами, потому что они хотя бы понимают, как делать современные мобильные игры. В смысле, будет, Виталик? По-моему, это уже свершившийся факт. Я не слежу целенаправленно за роликами Diablo Immortal, но те, что я смотрел, вызывают у людей, ну, в целом, позитивную реакцию. Люди смотрят, ну да, понятно, что это мобильная дрочильня, понятно, что там будет донат, естественно. Ну, по крайней мере, когда я смотрю на Diablo Immortal, я хотя бы понимаю, что это, понимаю, как это сделано и для кого более-менее это сделано. Потому что это делают китайцы, которые разбираются в том, как надо продавать дрочильни и, соответственно, их монетизировать. Более того, когда я смотрю на Diablo Immortal, он со всей своей китайской цензурой, со всей этой вот спецификой, со всеми ограничениями выглядит более стильно, ну, как Ага по Диабло, чем вот этот вот Warcraft Arclight Rumble. Сволочи, отдельные лучи поноса от меня за название. Потому что вот этот вот Warcraft, он выглядит, как просто собранная на коленке, по-быстрому, игра по популярной, по какой-то идее, которую нашли в Гугле за три минуты. Это позор, это ужасно. Знаешь, у меня такое вот ощущение, что компания Blizzard нынешняя живет в какой-то своей параллельной реальности. В этой реальности они убрали из компании всех токсичных мужиков. Они избавились от вони старой Blizzard. Они стали максимально инклюзивными, разнообразными и правильными. У них все как надо. Полные идиллии, они все друг друга любят, всех друг друга называют правильными гендерами, местоимениями. Все у них хорошо, вот так вот. И с другой стороны, в этой же реальности, они, по-моему, ну я так вижу, искренне уверены, что они вот именно Blizzard, та Blizzard 10-летней давности, 20-летней давности, где каждый анонс – это событие, где каждый анонс – это взрыв для индустрии, в хорошем смысле слова, подчеркиваю, где каждый анонс – это люди собираются, смотрят, говорят, не, ну это вторично, эту идею они потырили, или это потырили, или это там сделали кое-как. Графика, естественно, не технологична, Blizzard никогда особо об этом не была. То есть они наблюдают за этим проектом, видят какие-то проблемы, потом смотрят друг на друга и говорят, ну что, будем играть? Конечно, будем, это же Blizzard. Вот мне кажется, современный Blizzard вот в такой реальности живет. С одной стороны, у них коммуна-хиппи, а с другой стороны, люди все еще к ним будут приходить, потому что они Blizzard. Все, это уже все. Нет, нет. Но следить за этой агонией с каждым разом становится все интереснее. Ждем еще один проект по Варкрафту, чем клоном он будет являться. Ждем новый проект по Старкрафту, интересно, чем он будет являться. Нам там сказали, о, новый Старкрафт, это мобильная версия какая-нибудь там, мобильная срань. И в качестве заключения, когда я читал комментарии под роликом Warcraft Arclight Rumble, твою мать, кто у них сейчас неймингом занимается? Ребята из Ubisoft, очевидно. Так вот, когда я читал комментарии, один товарищ написал, это убогий клон Nexus Wars из Старкрафта 2. Я такой, что это? А это оказывается очень популярный мод для Старкрафта 2, созданный специально для тех людей, которым нужна такая лайтовая стратегия. У тебя просто база, ты ставишь здание, и из этих зданий автоматически выпрыгивают юниты, и автоматически бегут на противника. Кто кого передавит. И этот мод, по факту, куда интереснее того, что сегодня сделала Blizzard. Потому что там хотя бы стратегия. Там ты должен предугадывать действия противника. И все это завязано на твоем скиле, а не на вложении денежки в прокачку твоих фигурок. Я думаю, знаешь, сейчас Атья Наделла орет на Фила Спенсера. Филя, когда ты мне говорил, что Activision Blizzard стоит 70 миллиардов долларов, потому что они создатели Дьявола и Мортала, я ж тебе поверил. А ты должен был внимательно посмотреть, Дьявол и Мортал делали китайцы. Может, ну его нахрен, эту Activision Blizzard, просто заключим пару контрактов с NetEase и Tencent, они нам сделают мобильные игры. Филя, ты каким местом и куда смотрел? Я думаю, Филя сейчас бедный, обрывает телефон Бобби Котик, и такой, пожалуйста, пусть они заткнут, пусть они перестанут что-нибудь анонсировать. Там давно уже все смеются, все пацаны, раньше меня на руках носили, а теперь надо мной все геймерское сообщество ржет. Блин, лох, тебя развели на 70 миллиардов, дебила кусок. Знаете, сколько мемов инвестировал в говно? В минуту я вижу, мне это уже надоело. Бобби остановил. Да, Фил, это стоит 70 миллиардов долларов, вот это. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание, подписывайтесь, конечно же, на канал, и напоминаем, что спонсорская поддержка это единственный способ поддержки финансового этого проекта. Так что, к вашим услугам спонсорская поддержка на Ютубе и спонсорская поддержка через проект Sponsor.ru. Огромное спасибо, кто в нас верит. А мы дальше продолжаем работать без остановки. Близзард, хоть одну неделю, просто расслабь булки. Виталий, Близзард как раз таки булки расслабил, и все идеи хлынули на нас. Я устал обсуждать Близзард. Им надо не разжижающие пить, а укрепляющие. Мне интересно, ребята из NetEase, ну, которые делали для Близзарда Diablo Immortal, они когда этот анонс посмотрели, они ржали или нет? Они плакали. Такие, ну, просто NetEase, это компания, которая собаку съела уже на всяких мобильных игрушках, в общем-то, благодаря этому они заработали свои деньги. И такие смотрят, ёп твою мать, куда? Ёпалый. Что вы выкатили? Зачем, ребята? Обратились бы к нам, мы бы вам пять, пять игр завтра. Завтра бы по Варкрафту уже сделали. У нас все готово, просто скинчики перерисовать у этих, малазийцев, заказать вот эти вот орков, да. И все, и все будет готово. Пацан, есть же свежие концепции, есть свежие идеи. У нас столько студий, у нас столько внутренних подразделений, мы вам элементарно. Хотите Варкрафт в стиле там Диабло, пожалуйста. Хотите стратегию мобильную в стиле Варкрафт, пожалуйста. Ребята, ну нет, твою мать. Знаешь, что должно было произойти в конце этой презентации? Должен был появиться этот Вай Ченг, по-моему, один из ведущих разработчиков Диабло Иммортал, ну, который со сцены говорил Don't you guys have fun. Это, по-моему, его фраза. Да, да, да. Там одного из других разработчиков игры, он должен был появиться в конце этого ролика и сказать, ну, что, ребята, что, момент Don't you guys have fun уже не такой позорный, да? Да, да? И плюс к этому есть же компания Tencent, которая сейчас смотрит, ну, Supercell, который сделали Clash Royale, принадлежит Tencent, да? Соответственно, Tencent, этот китайский конгломерат такой смотрит на Blizzard. Куда вы лезете? Куда вы лезете? Мы вас сожрём! Это наша полянка, блин, это наша игра. Вы думаете, вы нас переиграете? Здесь же нужно понимать, что Blizzard будет воевать не с финнами, она будет воевать с рекламной машиной Tencent, которая не даст ни одного процентика от своей аудитории откусить. Так что, да, Blizzard ждут весёлые времена. Не такие весёлые, как разработчики из этого ролика, но весёлые. Смеяться будут все. Я думаю, им уже похрен. Судя по этим улыбающимся лицам, смотрите, мы группа разработчиков, которые сделали для вас Warcraft Arclight Rumble. Миша, скажи, Warcraft Arclight Warcraft Arclight Rumble. Да, да, да. Поехали. Да, для кортовых людей это просто ужасное название. Так вот, они думали, что выкатят вот эта вот попытка возбудить симпатию. Смотрите, это столько людей работало, столько людей хочет, чтобы вы познакомились. пожалуйста, хоть кто-нибудь. Виталий, про попытку возбудить это хорошо, это Blizzard сейчас. Ну, давай, ну, встань, ну, встань, ну, ну, мы так старались, у нас такой монтаж. Да, да, да. Монтажский Blizzard монтаж. Поехали. Так, раз, два, три. Минь. Минь.